Всем привет! С вами, как обычно, Алкокод. Сегодня компанию мне составляет Акинтошин 12 лет. Поехали! Итак, Акинтошин 12. 12 лет выдержки. Регион Лоу Ленд. Бутылочка 40 градусов. Второй виски этой дистиллерии на канале. Ну и чтобы еще хотел заметить, что уже опробована мной, в общем-то, 4 Акинтошина. Все они мне оказались симпатичны. Ну, в разной степени, но все же виски такие, заставляющие пробовать дальше. Что же еще в линейке этой дистиллерии нас удивит? Ну, пробежим еще раз кратко со всем, как здесь заведено по фактам. Все спирты, каждая капля этой дистиллерии проходит тройную дистилляцию. Типичная практика больше для ирландских виски. Но вот так вот две дистиллерии, насколько я слышал, в Шотландии делают тройную дистилляцию. Может быть сейчас что-то меняется, может еще кто-то добавился. Но я слышал так. Некоторые люди считают, что знатоки, что при таком методе погони за мягкостью виски теряется часть вкуса ароматики из-за третьего вот этого перегона. Но, не знаю, я пока для себя еще не определил, сколько, опять же, пробую Акентушен. Никаких ограничений во вкусе, аромате, напротив его с избытком, как в том же варианте Трипл Вуд, или Три Дерева, как мы его называем. Очень ароматный, очень, опять же, вкусный. Дистиллерия основана в 1823 году. Ну и бла-бла-бла, идем дальше по истории. Нам это не очень интересно. Выдержка этого виски 12 лет. В основном, конечно, бурбонные бочки, не знаем какие, скорее всего. Там встречаются и бочки второго, и третьего наполнения. Может быть и первого какие-то. Ну и совсем немного в бочках выдерживается из-под Хереса Аллороса. Вот это уже, конечно, поинтереснее должен давать вкус. Эти бочки. Профиль вкуса-ароматики пропечатан на коробке аж в трех местах. То есть, вот, ну, почитаем, давайте. То есть, сразу нам на лицевой части обещают производители, что мы должны там, ну, или, по крайней мере, попытаться найти мандарины, тофи, ну, тофи, ириска. Ханни Сакл, это у нас жимолость, насколько я смотрел. Да, это вот именно из бочек Аллороса и бурбонных бочек. Ну, из всех бочек, вот мы должны эти три вещи заметить. Здесь уже читаем мы немножко другое. Цвет. Цвет мы сами посмотрим. Так, нанос. Крем-брюле, цитрус и их, значит, определяющая эту марку, характерная для нее ореховость. Ну, окей, это нанос. На вкус. Ириска, танжерин, танжерин. Почему-то здесь пишут мандарин, здесь пишут танжерин, в общем-то, это то же самое. И лайм. И финиш. Имбирность. Сухость. Ореховость. Окей. А, ну вот нам еще подсказывают, что окентошин, в переводе с гальского, наверное, означает край поля. И уже на задней части коробки еще один вариант вкуса ароматического профиля. Так. Бурбон жил в бочках, соответственно, бурбонных давал им вкус. Потом 12 лет он отдавал уже виске окентошин все, что в этом дереве осталось. Ирис и привнес нотки листьев и опять же жимолости. Окей. В то же время из бочек алороса у нас появляется ореховость. И все это еще вместе дает карамелизованную ириску и жареную миндаль. Вот как хотите, так и все это дело. Компонуйтесь в голове. Но мы будем ориентироваться на свои ощущения. Ну, знаете, вот производители пишут про определенные вкусы и ароматы. Но есть люди, сверхспособности которых просто удивляют, восхищают. Ну, внимание на экранчик. На носе, quite зести. Хoney мальт. Фреш хoney мальт. Тучи хайп. Тут есть биттернас и древоид. На носе. И я думаю, что это было много рефил бурбон. Я также suspect что много ре-шаринге. В этом каске. В этом каске было пройдено. В этом каске было пройдено. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что у нас на запах? Лимонная кожура Вообще свежие очень довольно такие нотки Вообще нос Лимонная кожура Медовые оттенки у нас Летние такие медовые оттенки Специи Белый перец Что еще у нас? Оттенки сухого дерева Ну такие немножко, знаете, горьковатые оттенки сухого дерева Но в хорошем смысле Такое Немножко На вкус давайте Марципановый сироп Такой, знаете, оттенок марципана Дымок Небольшой дымок Хотя это виски не топлиной совсем Но присутствует Вот это как раз таки оттенок Вот этих вот То, что Бочки проходили На, скорее всего, второй Апшик Дает вот это вот Смокинес Дымоватый оттенок Что у нас еще? Яблоко Зеленое яблоко Обратили внимание На второй стакан Объясню, что это такое Это тот же напиток Который я налил Немножко раньше Минут 10 назад Вот И налил Капнул туда водички И дал ему постоять Вещь очень полезная Я думаю Вы все для себя маленько Определили Надежда Только, может быть, на свой нос На свой рот На свои ощущения Не слушайте никого Слушайте только себя Вот Какой вывод Я вам советую сделать С сегодняшнего видео Давайте дальше Про напиток Цвет Насыщенный Ну, подкрашенный карамелью Но, возможно, и не сильно Потому что напиток Все-таки выдержан И, тем более, бочки Бурбонные Они дают очень интенсивный цвет Темное золото С отблесками Не знаю Не видно Но на искусственном свете Очень проявляется Отблеск меди Очень приятный Такой Необычный Неожиданный Тело Жиденькое Довольно Такое Водянистое На взгляд Но Цепляться пытается За стакан За бокал Да Пленочкой Такой покрывает Но она быстро Опадает вниз Как вуаль То есть Ну, тело не очень Конечно Маслянистое Там Плотное Очень Средненькое Нос Как только наливаем Первый Бокал Не дав ему Отстояться Сразу в нос Сшибает Чуть резкости Много цитруса Первым прям Фоном Фронт Цитруса Наступает На тебя Подыша Буквально Минут 10-15 Уже Заполняет Бокал Аромат Хересных Тяжелых Таких фруктов Сладкие Вот эти Мотивы Хересные Ну Цитрус Никуда не девается Он чуть Просто Отходит в сторонку Перемешку С этими Сладкими Фруктами Остается Пишут же Мандарин Танжерин Но я Наверное Не соглашусь Все-таки Ближе Мне показалось Цитрусовый Гриппфрут Или какому-то Свити Какой-то Жевательная Резинка Из детства Типа Не знаю Какой-то В варианте Куба-бубы Если кто Помнит Может быть Джуси Фрут Ну Соглашусь Что Конечно Сильный Такой Определенный Запах Ириса Есть Также Крем-брюле Такой Ванильный Крем-брюле Пломбир Есть С таким Вкусом А ваниль Такая Наверное Не натуральная А скорее Эссенция И мармелад Горький Апельсин Это Из Интересного Ну Из Стандартного Наверное Дуб Конечно Здесь Тоже В аромате Есть Вкус Первый Глоток У него Всегда Такой Неожиданно Жесткий Жестче Чем Вы Думаете Судя По Аромату Заметно Так Покусывает На фоне Сладости Чуть Дымка Дымка Наверное Из обожженных Бочек Не из Конечно Не торфяной Никакой Именно В аромате В аромате Его Нет Но Вкусен Да Чуть Проявляется Миндаль На вкусе Во втором Уже В третьем Глотке Уже Чувствуешь В полной мере Танин И ментол Появляется Чуть Освежает Язык И нёба И Из цитрусовых Наверное Лайм Появляется С финишем Не всё так хорошо Финиш Он короткий Такой Вяжущий И Наверное Даже С горчинкой К саму Концу Немножко Табака И Вот что-то Неприятное Какая-то Нота Но я Не знал Как её Для себя Определить То ли это Какой-то Животинка Какой-то Какой-то Мокрой шерстью Может быть Маленько Даже Ну Такая Коротковременная Но Неприятная Нота Много Воды Этот виски Не принимает Тонет Быстро Поэтому Пара капель Для Экспериментов Только пара капель Не больше В общем Сказал Финиш Не радует С водой В запахе Появляются Какие-то Цветочки Какая-то Травка Вот Может быть Они пишут О листьях Может быть Вот в этом Смысле Ну А вкус С водой Даже С таким Небольшим Количеством Как он Совсем Становится Плоский Бледнеет Да И Терпкость У него Тут же Появляется Неприятная Терпкость В большем Объеме Ну что Давайте Процент Цена В разных Сетях Недавно Совсем Можно было Купить По акциям Там В районе 1500 рублей 1600 Мне кажется Рублей Обычная Цена Там За 2500 Примерно И выше В зависимости От жадности Продавцов Но Если вы Купите Именно До 2000 Рублей Мне кажется Он Свои деньги Вполне Отработает Вам Если не Придираться К нему То Вполне Достойный Молд Не покопаться В нем Что-то найти А Как помощник Какой-то Застольной беседе С друзьями Отлично Отлично Проверено Проверено Неоднократно Бутылочка Просто Уходит Незаметно Даже Не понимаешь Как так Ну потому что Очень питкий Такой В меру В меру Ароматный В меру В меру вкусный Все в меру В общем Советую Замечу Что может Сильно отличаться Розлив по годам То есть Где-то Год Года полтора Назад Открывал Бутылку Точно Такого же Акинтошин 12 Он был Совершенно Более Цитрусовый Что ли Он вообще Был Просто Как какая-то Лимонная Эссенция Очень Цитрусовый Был Это В этом же Все более Гармонично Вот Есть и то И то Но цитрус В меру Поэтому Если нарвет На какой-то Неожиданный Вкус Это не вы Это просто Наверное Будет Такой Розлив Так что Все нормально Ну какой Еще вывод Заметно Уступает Конечно 12-18 Летней Версии Ну и Трем Деревьям Тоже Но Имеет Все-таки Слуг Узнаваемый Характерный Для Кинтошина Вкус Вкус Насыщенный Цена Более Чем Доступная Для 12-летнего Виски Поэтому Советую Мне Понравился Если Понравилось Вам видео Ставьте Пожалуйста Палец Вверх Если Еще Не Подписались Нажмите Кнопочку Это Удобно Бесплатно Мне Будет Понятно Что Вам Интересна Эта Тема Пейте Только Для Правильно Вкуса Не Для Обвинения Для Для Новых Впечатлений Ощущений На Сегодня Все Пока Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует...